Рак Бери рекламный бар Рекольный Джон Бабу эс Бабу эс Бабу эс Бабу эс Бабу эс Бабу эс Слоган Ебой Как переводится? Чабу с Висноведа бабу эс Чабу и бабу это не по-немецки Чабусы знают кто здесь бабу Чабу и баба это не по-немецки Биба и боба Биба и боба Это и то же? Чабус это как бы братаны Братаны знают кто здесь папа А бабу это как бы шеф Я читал в батле с дизом бабу и баба Арабски, баба по-русски Но знаешь что самое пиздатое? Чабо стало словом года Да, типа в Дуден Они внесли это как Oxford Dictionary и Чабо, это слово года было в Германии. Слово года Чабо. Прикинь, ты вдумайся, этот хуй просто взял, сделал трек, и это настолько вошло в культуру. Нужно еще пояснить, что все-таки у него очень сильно, я не знаю, было слышно, когда я базарил, нет? Вот, вот сейчас начинается. Вот сейчас начинается. И теперь мы переходим, это тоже Франкфурт. Это Алексеш, который из Украины. Шаутаут Алексешу, он прям пиздатый, охуительный. И Алексеш, как Хафбифель взял арабский свой бэкграунд, и впихнул. Алексей взял русский. Да, украинский и русский, и он этаблировал слово братом в Германии. Этаблировал по-русски нет. Совсем, они даже не поймут, что он сказал. Серьезно, я бы не стал говорить, этаблировал такого, что такое этаблировал, например, дигитальный... Дигитальный... Короче, идите нахуй. Вообще сейчас было... Короче, Алексеш, он это слово, нужно объяснить, что это значит, сделал залом... Да, он сделал залом фей. Потому что сейчас... Сука, блядь, я пиздил. Потому что... Идеально. Подожди, он залюм... Залюмфировал слово... Короче, короче, я уже забыл, о чем мы говорили. Давай дальше. Короче, Алексеш, слово братан, ну, в Германии было бро или бра, но... Теперь все говорят братан. Да. Вот, и это круто. И вот этот трек, это как бы... Я еще хочу сказать, что... Рандомный трек с его альбома. Смотри. И HDF, это эхо Агро Берлина. Ты уже совсем стал непонятно говорить. HDF, это эхо Агро... Что? Они же русские, блядь! Они меня поднимают! Короче, этот канал на Ютубе... Эй, это не свое. Это не мое. Давай. Подожди! Короче, в двух словах. Во-первых, я хочу еще заметить, что и у Хав Бефеля, и у Оликсеша, и у тех, кто были после, несмотря на то, что они серьезные ребята с серьезным бэкграундом, у них очень смешные есть панчи. Конечно, конечно. Они же первого класса шутят. Это не просто супер серьезный рэп, гангстер-рэп, или уличный рэп, как был у Буши до того же, да? Нет. Это типа с подъебкой, с местным колоритом, очень стилево. И местный колорит именно каждого города, каждого района, каждой нации. И Халь Дифреса, это вот то, что загадочно начали говорить Эдди, это канал, когда лейбл Агроберлин умер, то на его останках вырос Ютуб-канал, на котором перспективные новые рэперы, в основном... И слоган Халь Дифреса, типа, «Закрой свои баллы», да. «Звали ебалла». Вот. Читали, типа, ну, такие уличные, стритовые делали видосы. Вот с этого я прям стартанул. Ну, наверное, и до этого читал, но это тоже, что я сделал. Это прям его район. Да, но этот трек, он как бы показал, на что способен Алексея. Как бы есть много треков его, они пиздатые, охуительные, но я хотел... Да, я хотел именно... А вот со временем там вводят типа, «Братон», «Гопник». Короче, если вы хотите послушать, вот зацените его новые клипы, они прям качественные. Они прям охуительные. Ну, это типа... Зацените «Гопник». Зацените «Гопник». Да, «Гопник» трек, Алексея Шатах, заебись. Но вот с этого все началось. А, и салют всем русским, неважно, русским немцам, русским евреям, просто русским, казахам, вообще пофиг всем, кто в Германии. Вот всем русскоязычным, в Германии. И у меня есть, ребятки. Большой салют. Да, такие ребятки есть у всех. Let's go. Все. Такие ребятки есть у всех. Факты. Фэкс. Это Лэйбл этого? Чего Альбл? Чего Альбл? Какой-то глупо. Какой-то глупо. Одиннадцатый? Нет, позже, позже. Тринадцатый. У него альбом называется Ну, это да. Да, у него альбом называется Ну, это да. Ну, это да. Именно так, Ну, это да. Вот это мы можем пропустить. Пропустить. Да, это мы можем пропустить. Ребят, на самом деле, столько всего остается за кадром, блин, крутейшей религии. Ну, это мы оставим. Клипов. Блядь, вот я вот смотрю. Давай хотя бы по одному. Выключай, выключай. Это мы перепели. Хорошо, я... Блядь, мы уже полтора часа, сколько там без перерыва? Нет, больше, наверное. Нет. Сколько мы всего сидим? Без перерыва. Три с половиной. Если вам что-то не нравится, друзья, мы здесь дня на два. Нет, я понимаю, просто, ну, география России, ты понимаешь. А, ну, заебись. То есть мы потеряли... Потому что кто-то там уже все, он сидел до утра и такой, да ёпт, вашу мать, да когда же они завалят? Я думал, он поговорит полчаса и съебется. Слушай, ну, я не думаю, что такому количеству людей интересно смотреть про немецкий рэп. Нет, это понятно. Потому что ты сказал, что типа я вижу там вот сообщение, типа спасибо за стрим. Да, типа уже все, идем спать. Было классно. Да, да, да. Мы только начинаем, блядь. Они бухают, это надолго. Да, мы здесь... Короче, это мы можем перепрыгивать тоже. Да. Ну, потому что... Трек охуительный, если вы спалили, трек охуительный, он пиздатый, и Мартерия тоже пиздатый, но мы идем дальше. Если вам понравился Ха в бефеле, если вам понравился ролик, если вы можете просто... Да, то зацените этот трек. Через них другие треки. Анька, Анька, в чате скинь, пожалуйста, вот название. Вот это. Да, это охуительный. Вот, вот. Охуенный. Вот это что бы... Охуенный трек с Хани, брата. Нет, что? Что? Начался бунт. Алло. Что там? Ну, бунтуют. А что это значит? Котятки бунтуют. Нет, говорят, не заканчивайте. А, не заканчивайте? Не спасибо, блядь. Не спасибо, блядь, не застрим, блядь. Ну, это да. Ну, это да. Ну, это да. У меня даже ну, это да два. Меня очень радует, когда мы, типа, росли, да, не было русских в немецком рэпе. Единственный, кто был, это был Игорь, который сделал оптик Раша. Да, ну, он нахуй мне Германии не нужен был. Это очень грубо. Но он хороший пацан, но он с тобой согласится, что он не был актуальным партистом. Вот Алексея был первым, наверное, который... Давай вспомним всех русских, кто был. Именно читал по-немецки. Был или сейчас? Был вообще-то все время. Был Бобидзе, по-моему, да, из Берлина? Да. Потом, ну, Спонджбосс, он тоже из Белл Рэпа. Он русский тоже. Да, он тоже русский Спонджбосс, Алексея, Капиталь Бра. Что-то еще был. Блок Монста. Блок Монста, вот, точно. Да-да-да. Это типа такой... Как Хасен Ходен. Ты что, шутишь, что ли? Да. Ты что, шутишь? Я ненавижу Хасен Ходен, блядь. Это бэкпекеры. Я знаю. Блок Монста. Полегче. Нет, я имею в виду, что это тоже Нишн Рэп. Это Нишн Рэп. Хасен Ходен, это Нишн Рэп. Хорошо. Вот, я про это говорю. Я не говорю, что они перевозбудили. Потому что я ненавижу Хасен Ходен. Не слушайте Хасен Ходен. Не слушайте еврея. Это все хуйня. Я вообще ничего не говорил про Хасен Ходен. Но я не скажу, что они прям совсем трэш. Блэд, это... Когда они появились... Хорошо, а есть еще более странные персонажи, например... Безаман. Не-не-не. Блэд, ну ты... Блэд, что там? Безаман, это... Нет. Смотри. Аудио Ясен 88. Так мы идем курить. Знаете, что это? Да, я знаю, мы идем курить. Это типа супер андеграунд. Это типа группа контейнер. Такого типа. Какой-нибудь там язык с кем сравнить. Вот это московский андеграунд, типа там... Черная экономика, личное отношение. Немецкий рэп имеет столько шлака. Черное отношение, рыночная экономика. Все. Это не совсем шлак. Так, мы делаем легкую... Да, я, пожалуйста, очень вас прошу. Полтора часа без перерыва. Очень жестко. Все. Давайте, ребят, через пять минут увидимся. Йоу. Все равно, все, я в онлайне, и все равно, все, всем, все... Сорян, ребят. Понятно тем, что, блядь, этот... Этот немецкий рэп, вот столько информации не покрыть. Да, тут знаешь, какая проблема еще? С одной стороны, не покрыть. Тут еще проблема в том, что люди, с одной стороны, большинство людей вообще не знают, о чем мы говорим. Да, да, да. А при этом, например, Игорь Леонидович, а.к.а. Бладбис, пишет мне, что я никого не упомянул с НРВ. Пишут мне в Телеграм, что я не упомянул силы Белспилл, который делает офигенный грамм. Да, ему делают охуительные грамм. Что Аудио 88 по-своему крутой. Я кучу кого не упомянул, блин. Нейдзимфюнцихтэлитэлстатусовка, гамморская, блин. Миллион имен. Мы, на самом деле, все знаем. Мы руль, пот, вообще не трогаем. Мы когда с тобой обсуждали, мы такие, собрали плейлисты, мы такие, блядь, это, блядь, 40 треков. Я, я к тому, что, это минимально еще. Я к тому, что, это в один, типа, стрим, даже предположить. Мы знаем более-менее всех рэперов, я знаю, немецких. Ну, между нами, двумя, мы знаем всех немецких рэперов, которые хоть сколько-то знаковые, типа. Даже если они прям, прям супер... Да, милипизодичные. Ребятки, я к тому, что не, как бы, уместить... Да, не надо этим мериться, как бы, им это все равно не интересно. В один стрим. Я к чему? К тому, что, типа, потенциально-то, понятно, что у всех ебанутая занятость. Я вижу, нас наебали, расходимся там. Так вот, нет, я сейчас хочу, чтобы, типа, кто там, мои ребятки, хотя бы сабы, там, чего-нибудь, там, определитесь со смайликом и поднимите в... За то, чтобы еще один стрим, чтобы он все-таки состоялся, и мы бы... Вторая часть, типа, парту. Да-да-да, парту. Нужен, не нужен, и все. Или наебали расходимся. Что думаете? А, типа, чтобы не голосовали? Ну, типа, парт, только... Ебло, конечно. Так где ебло? Что ебло? Где ебло? Подожди, может, ты говоришь? Ну, нет, ну, все пошло. Вот, последние минуты прям... Вот, смотри, я шарю, шарю. Вот, смотри, я шарю. Не шарю, ебло, ебло. Не шарю, ебло, ебло. А что они не хотят, чтобы, типа, закончить... Они хотят парту. Парту, понятно. Ну, постараемся им это дать. Но я не буду обещать. Ребят, чтобы меня под пиздоболы не подписывали, я не гарантирую, что я сделаю парту, мы приду, но я постараюсь. Вот. Если нет, то не казните меня. Ну, потому что, блин, убьют. Да, нас наебали, расходимся. И уже сразу ноль зрителей. Ой, блядь, ебаный тибэг. Тибэг. Подожди, ну, может, тогда мы посмотрим этот трек, если мы переносим всю новую школу. Потому что сейчас будет самое мясо, которое заходит без разницы, знаешь ты немецкий или нет. Ну, понимаешь? Их роли митмамбесны ты туда же причисляешь? Нет. Да, знаешь, как смысл было? С 2016 года начинается время, когда немецкий рэп, похуй, знаешь ты немецкий. Я все придумал. Смотри, мы сделаем так. Мы сделаем, как это, кост-пробы, или как это называется? Короче, мы покажем им пальминус пластик, чтобы они увидели, что будет в следующей части. Потому что сегодня, понятно, что если ты не знаешь немецкий, я не знаю, кайфанули ли вы с этих треков, многие из них, наверное, актуальны именно для нас, в контексте истории и так далее. То, что останется на вторую часть, это бэнгеры последних лет. Слушай, я в стрип-клубах, я раньше очень много висел в стрип-клубах, сейчас немножко поменьше. Я постоянно, когда нажрался, включал кокаина Майами Ясен в российских стрипах. И Пайминус пластик. В Екатеринбурге. В Минске когда, блядь. Это просто... Ну, кстати, с своим ребятам тоже на стримах на... И всем заходило. Я типа показывал. И Пайминус пластик, и Майами Ясен. Да, да, да. Вот последние два года они настолько насыщены, потому что... Именно бэнгерами. Да, с 2015 года немецкий рэп, немецкий хип-хоп стал мейнстримом. Это... Ну, в хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Они неправильно поймут. Ну, он не изменился. Он просто стал мейнстримом. Да, он главный жанр Германии. Ну, потому что... Ну, много где это стало. Если посмотреть сейчас топ-100 немецких треков... Ну, Герпо попсел, типа, а Попса стал рэпом. Да. Вот так. Да. Ну, то есть, как бы... Нет, по-другому, по-другому. Сейчас... Рэп передефинировал, но и новое слово, что такое мейнстрим. Да, как бы раньше мейнстрим был формат определенный и так далее. Да. Сейчас рэп, как и в России, кстати, во многом, ебёт формат, ебёт чарты, и это прекрасно. У меня есть хороший пример. Спасибо интернету, Зай. Сейчас немецкая... Ну, немецкий фольклор, каунтри-мьюзик, делает коллабы с хип-хопом. Алексея, которому мы показывали, у него есть фит с Ванессой Май, который пьет за Шлягера, блядь. И это уже, как бы, ну, это, блядь, пиздец. Поэтому, поэтому последние два года их можно... Он еще резко стал немца, да? Блядь, нахуй. Байда фрессы. Еще недавно на Майш-трассе, блядь, я не услышал, блядь. Захожу на Банхов, блядь, все нормально, нахуй. Банхов, вот это... Банхов, это сразу тоже, как и дигитальные, сразу читается... Банхов, ты знаешь, что у меня каша в голове, поэтому не еби мне мозги. У тебя каша из чего? Языковая каша. Это нормально, посмотри на хав-бефеле. Ну я же не хав-бефель, блядь. Может быть, следующий. Не-не-не, ну, подожди. Или это мы пропускаем, и мы на Пальма Нос Пластик. Да, мы пропускаем, потому что сейчас будет Джизис. Убирай. Нет, подожди. Давай Пальма Нос Пластик. Пальма Нос Пластик, все. Смотрите, предисловие... Стой, 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 мы еще... Мы, как долго, мы еще... Сколько треков? Вот этот и все. Но попиздим еще. Да. Смотри, вот про этот трек, это то, что будет, условно говоря, такой небольшой айнблик. Давай доставлять немецкие слова. Давай будем хав-бефелем по-русски. Так, как говорят немецкие... Ну, русские эмигранты в Германии. Это будет небольшой айнблик в вельт немецкого хип-хопа, вот, именно современного. Который золонфей. Который ест. Золонфей это не то, что говорят на улице, сука. Вот. Золонфей. Страшно. Ну, в связи с тем, что... Вот это, смотри, это клип 2016 года, это абсолютно новая сила, в какой-то момент ворвалась в немецкий рэп. Я могу объяснить. Вот 2016 год, это момент, когда рэп и хип-хоп начали крутить в клубах. Ну да, это такая... Этот момент, когда все девушки начали слушать в клубах. Это важно. Это очень важно, потому что... Мне это похуй, по факту. Потому что я, блядь, его на ютубе слушал. А ему не похуй. Ну, я когда работал за барной стойкой, я помню этот момент, когда начали крутить это в клубах. Когда... Делал себе мохито, он опять его разливает. Я тут... Нет, смотри. Когда Раф Камора, очень умный чел, который взял музыку для танцев, это афробит, dancehall, dancehall, и наложил немецкий гангстер-рэп. Ну, взяв Айнцарк Зибм, Боунс, Крометно, который супер-аутентичный. Айнцарк Зибм ну, которые у всех условные. Вы понимаете, что афробит сейчас он везде шагает. Короче, исторически это так. Раф Камора позвонил в МХД. Гетто историка. МХД это во Франции у него вот этот афро-рэп номер один, номер два, номер три. Вы можете послушать. Французский рэп тоже отдельно интересный. Да, да, да. Может, когда я что-то про это с ним сделал, но мы не говорим французский. Да. Ты не говоришь французский. Ну, чуть-чуть. Гетто франц. Да, гетто франц. Гетто французский рэп номер один. Да. И это начали слушать девушки. Давайте мы... Это слушать... Слушайте, это супер-хит. Я это услышал в нашем Евро-туре или в Одессе, когда мы были 2016-м. Я просто охуел. Афробит, он, в принципе, шагает по земному шару. То есть в Англии делают афробит супер-популярно, да, типа многие. И сейчас он... У нас Марик. Безусловно, но Марик, потому что под влиянием Лондона тоже как бы... Ну, и Стромей, конечно, еще... Ну, Стромей, это все-таки другая ветвь. Ну, все равно есть... Нет, это вот в Англии как тоже это продолжилось и типа у нас... В Англии, безусловно, всякие коджио-фансы... Ну, короче, куча народа... Нет, куча сейчас много... Я скажу, что мы после этого еще кокаина включим и потом уже все. Нет, мы не будем ставить кокаина, потому что... Я думаю, что ты скажешь, мы после этого кокаина, ебаные. Мы еще поставим, блядь, знаешь, синдром нарко-диджея. Ну, я хочу одно сказать. Вот этот трек на данный момент набрал 94 ляма просмотра. Для Германии это пиздец, когда я говорю. Это не тает лёд, потому что при всем там уважении к тому, что делали грибы, но это бескомпромиссная достаточно хуйня, при том, что это танцевабельно. Я не знаю, какое слово. Танцевабельно. Теперь есть. Этьфейх. Теперь есть танцевабельно, блядь. Тут много новых слов. И вот, и Bones MC, они прям, ну прям... Контекст этого трека, что такое пальмы, но с пластик? Это пальмы из пластика, потому что в Гамбурге отвечает идея. Отвечает Фёдор Двинятий, Максим Путашов. Да, в Гамбурге есть... Ну, как бы Гамбург это портовый город, но там есть местность, где есть пальмы, которые из пластика, ну типа как... Что немножко приукрасить ебаный порт. Да. Бетон, грязь, и при этом пальмы. Это как такой гиммик, который... Это как символ, как у тупака была там роза из бетона. Да. И так как они всегда торчали рядом с местностью, где вот эти пальмы... Потому что там продавали. Да. Не секрет. Да, они там продавали. Это... Боунс МС и вся его команда, Айнсах Дзибм, это прям реальные трушные пацаны, которые все отсидели. У которых условный. Один из них даже был на туре, и у него был этот ошейник на ноге. Опять же, не будем... Давай не будем glorify для... Нет, нет, нет. Мы будем превозносить этот стиль жизни, но... Но это просто трушная хуйня. И все это в рюкс не знают. Я люблю трушных рэперов. То есть вот как бы... Я люблю, когда рэпер такой же... Не, ну тем не менее... А, ты хотел сказать про тех, кто не трушный. Это мы еще можем в следующий раз к этому прийти. Да, я люблю, когда рэпер все-таки более не менее соответствует... Ну, то есть вот я здесь сижу. Hip-hop and you. Вот я, блин, ну плюс-минус как бы оксимированный есть. Мне всегда это было важно. Понятно, где-то преувеличение, где-то что-то, но в целом как бы нет такого, что типа ты видишь чела вне клипа, и ты такой, блядь, полное разочарование, да? Никакой связи с его вот этой вот созданной фигурой. Такое бывает. И у этих ребят... Они прям трушные ахуни. Они ровно такие. Они когда с ними общаются, ты такой, блядь, а где мой кошелек, блядь? Ну, прям такая ахуня. Не так... По видео видно, которое сейчас, типа... Я какую мысль пытаюсь донести? Не так важно, какой ты рэпер, уличный, не уличный, блядь, интеллигент, батл-рэпер. Важно, чтобы ты все-таки соответствовал себе в реальной жизни. И у этих пацанов соответствие стопроцентное. Они в интервью... Это они же... Я их не знаю в жизни, но я их вижу просто в интервью, вижу, что они абсолютно реальны. И при этом, как бы, они очень... У них все хорошо с чувством стиля, и у них все хорошо с юмором. Что очень сильно уравновешивает. Я не люблю серьезный гангст-рэп. Я делаю некую поблажку для Бушида, потому что он уже корифей жанры. Но когда мне на серьезных щах втирают два часа про то, что я прохавал бетон, прошел тюрьму, мне скучно. У этих ребят... Они прохавывают бетон, но они пик не прям... Они инфопати тоже могут угореть. Это прикольно. Они вайбовые чуваки. Да, вот. И я так скажу. У одного из них домашний питомец это аллигатор, а у другого домашний питомец это ворона, блядь. Но любим мы их не за это. Да. Хорошо, давайте смотрим. Любим вот ритмы панча. Давайте скорее смотреть. Значит, каждый пост так... Смотреть до конца. Это точно смотреть до конца. Да. На самом деле, я мало пиздел. Я хотел больше рассказать. Я хотел больше, на самом деле. Охуенный, просто бомба, бомба, чувак, мега, респект. Мы какую-то трагическую будем ставить? Подожди, мы тут обсуждали сейчас только что, что типа, ну, Эдис сказал, типа, вот, ты много пиздел, просто очень много говорил про разные моменты, поэтому типа получилось долго. Я честно скажу, я пиздел с удовольствием. Мне кажется вообще, что я мало пиздел и что ты мало пиздел, потому что я про Рояль Бункер в итоге рассказал, блядь, пять минут. Я мог про него рассказать, блядь, и у нас еще Рояль Бункер трек будет, блядь. А, да, кстати, нужно тоже потом объяснить. Да, еще Зидо и Саваш, возвращение Саваша. Бегина Анма. Блядь, это пиздец. Но, с другой стороны, мы здесь немножко рискуем потерять сказуемое, если мы все прям вываливаем. Нет, это реально, для аудитории все равно сложно. Сложно, сложно. Потому что, ну, это 20 лет. Нихуя. Нет, подожди. Нет, 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 это очень много информации. Да, это 20 много. За 20 лет... Лопнули бошки у вас, сорян, ребята. За 20 лет все впихнуть в 3 часа. У меня накопилось, блядь. Пизданое ощущение, что кто-то еще узнал, знаешь, типа, о том, что у меня сидело внутри. Потому что, смотрите, я вроде как успешный рэпер, но мне вообще, типа, не западло сказать, что я фанат очень и очень многих исполнителей, которых мы сегодня видели. То есть, как бы, понятно, что вот эти ребята, они уже были пару лет назад, я уже не могу так фанатеть, как когда мне было 13-14. Когда Саваш, реально, это просто вот один из людей, которые меня воспитали. Да, я не преувеличиваю. И это, как бы, ну, нужно признавать... Да те же Саваш, блядь, это пиздец. Слушай, да просто это на меня повлияло пиздец. То есть, как бы, все, кто... Если люди действительно считают, что я крутой, мои слушатели какие-то... Они должны сейчас сам уж крутой, блядь. Они должны, как бы, отдавать респект тем, ну, кто-то настолько сильно на меня повлиял. Вот. А вот эти последние ребята, ну, и там, и флеры, и прочее, конечно, нет уже, никогда не было такого фанатичного. Но респект? Ну, респект, да. Человеки круто делают. Почему не отреспектовать? Тем более, когда еще и русские появляются, да, там, как бы, это вдвойне круто. Да, да, да. Это еще будет в следующей части, типа, потому что капитал Браму вообще сегодня не упомянули. А это на данный момент сейчас он просто всех блеет нахуй. А сколько у него там? 50 миллионов? У него, смотри. 50 миллионов. Германия. Это пиздец. Тоже русские, тоже из Украины. И за каких-то 2-3 месяца. Да, это просто пиздец. Да, не будем забывать, кстати, мы не упомянули этот момент, что в Германии, Германия, Австрия, Швейцария совокупного населения сколько? 100 лямов. 100 лямов. Ну, слушай, Россия, сколько, 100? 150. 50? Ну, плюс СНГ, скажем, СНГ, СНГ это будет 200. Не, ну, слушай, не так мало, на самом деле, немецкий язык не так мало. Согласен. Но не говорит никто вне Германии. Подожди, ну, смотри, в Германии раньше было так, что хип-хоп это было стыдно. Ну, в какой-то момент. Это было так. Не в 90-е. Нет, я говорю про 2005-2006. Я уже не жил в Германии. Я просто помню, что это было стыдно. Если ты знакомился с девчонкой, она тебя спрашивала, типа, что ты слушаешь? Ты такой, немецкий хип-хоп, и она такая, опфа. Выучите еще одно слово, опфа. Это же опфа. А сейчас, если ты говоришь, что ты слушаешь, типа, Равка Морре Бонсов, и она такая, заебись. Да, это за носки. Потому что она сама это слушает. Мы так и не расскажем, что такое звучит. Никогда. Может, во второй части. Может, во второй части. Но последние два года они просто перевернули всю игру, потому что, вот, буквально сейчас, в этом, пару дней назад, вышел топ-10 немецких чартов, и весь топ-10 немецких чартов это хип-хоп. Ну, да, в России похожие процессы, хотя еще не настолько. Ну, примерно. Все равно, даже в мировой... И все кушают. Вот если мы сейчас с Мироном Сианем и начнем, ну, прям, пересчитывать всех на данный момент успешных рэперов, это будет, блядь, ну, где-то число в 15 или 20. Да, но это еще потому, не будем забывать, если мы немножко в бизнес ударяемся, из творчества, Ну, про рынок я могу прям рассказать, дохуя, потому что... Эти еще очень шарят в этой теме. Потому что, потому что... Ну, ладно, это тоже в следующий раз. Братан, 4 часа, это... Людям хуя... Это очень, как бы, понятно, что мы можем... Посмотрите... Вот эти кухонные... Да, да, типа ебашки. Можно еще одну такую тему я скажу? Сори, что опять немножко о себе, а не о хип-хопе. Просто меня многие спрашивают, почему я не иду там давать интервью, там, туда-сюда? Потому что мне неинтересно отвечать на вопросы, там, сколько-то зарабатывал уже. Да, которые уже заебали. А вот вы видите, что я просто взрываюсь, когда мне интересно, я могу часами на эту тему говорить, поэтому, наверное, да, можно здесь... Вот представьте, мы сейчас на стриме столько говорим, а когда мы вдвоем сидим и пиздим, про эту хуй сконечную хуя. Это прям... Что мы еще спорим? Так нет, с этого-то и началось. С того, что, ну, как бы я у всех, кто, типа, мне интересен, как собеседник, чтобы сюда пригласить, я и так, и так о музыке разговариваю. Просто... какая тема, что каждый на свой конька садится? Да, ну, каждый разговор, мне, блядь, это интересно. А может, не только мне. И, типа, так как я все-таки про музыку рассказываю, типа, у себя на стриме, поэтому я приглашаю, чтобы все вместе... Тебе нужно точно чувака расспросить про black metal, польский, про бегемот. Абсолютно. Я Антона, я... Вот вчера мы вечером сидели и разговаривали как раз об этом, и я сказал о том, что я тебя хочу увидеть у себя типа на передаче, именно чтобы поговорить про black metal. Единственное, это то, что мы не сможем так смотреть клипы нихуя. Типа, можно просто ставить мутные экраны и просто слушать это. Но история очень интересная, как бы... Все, наверное, не только, да, вообще про black metal. Вообще, да, но естественно, главные там будут фигурировать и бурзун, и бегемот. Хотя они совершенно равны. И за финский Курск. Слушай, можно под конец кинуть один трек, и мы закончим. На русском от финнов. Вань. Ты себе представить не можешь? Вот! Вот моя улица, аллея стола. Братан, это пиздец, это можно посмотреть, но это тоже отдельный стрель. Особенность, смотри, ход и наоборот. Подожди, мы под конец кинем один трек, просто как превьюш. Следующего, это час. Я просто хочу... Блин, давай закончим на вот этом. Давай на этом. Это супер, да. Блядь, я хотел честно включить. Нет, честно, это уже слишком углубляемся. Давай вот, вот это еще один бэнгер, и мы ничего не будем говорить, просто поставим. ты хочешь кокаина включить? Мы на этом как бы уйдем. А, ну окей. Знаешь, в закат. Подожди, вот... Давай на вопросы еще подключаем. Да, У меня много тут пишут про вопросы, если модеры подготовили, я сейчас... Ну только вопросы про немецкий рэп. все, вы же видите, я стал говорящей головой. Да, рэп, времена закончились. Мирон занимается стримингом, твичем, блядь. Короче, вот здесь повыбирай, очень много моей модеры там, а, тут Рома, понятно, это Локи, которые остановились. Давай почитаем. Давай почитаем, интересно. Сколько мы выбираем вопросов? Сколько хочешь. Просто, блин, здесь вопросы не связаны с немецким рэпом, там что-то про флёра было и так далее. Ну здесь просто неинтересно. Были ли слова про умение делать рэп и ебаться отсылкой к цитате раннего Саваша? Я отвечу, рэп, если спросят ебли рэп. Нет, не были, не были отсылкой, сто процентов не были. Это слово, да? Это тоже смешно. На новом треке Саваш считает, что он читает так круто, если бы он смог... Он бы сам себя выебал бы, блядь. Коуз. Но это смешно. Блин. Мирон до баттла с Дизом сказал, что если баттл в ЛА пройдет хорошо, то от него можно ждать баттл на немецком. Это в силе? Кто знает, чувак? Все может быть. Все может быть. Как ты видишь, я мониторю сцену. Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Так. Ну как-то не знаю, хотел спросить, как это вообще... Я даже не знаю ответы на эти вопросы про Локи и так далее. Мне кажется, это... Это локер старый чатик. Все, я тупой просто. Блин, ну я просто не хочу не про немецкий рэп, типа вот я ищу что-то еще про немецкий рэп. Актуально это Бушидо и Абу Чакр. Но это прям... Но это не рэп-биф. Это не рэп-биф. Ну последний рэп-биф, но мне... Одна сторона не может ответить. Последний рэп-биф, который был, это был PSports и Кейси Рэббл. Если вы хотите заценить диск, который там был, PSports написал охуительный диск, поэтому можете писать PSports, Кейси Рэббл, диск будет охуительный. Последний диск, который мне реально понравился в немецком рэпе. Ну это Бушидо... Подожди, Акки Ивана. Ну это прям бомба, да. Я помню, он вышел в 13-м, по-моему, году. Я помню, я Ваня показывал на 10 минут. Да, там прям... Там очень похожая была история на тему Снэку. Реально там 10 минут тоже размазывание вышел. Сношка шанса, блядь. Такой, ну-ка, поудобнее, знаешь. Поп-корно эти очки, блядь, 3D вперед. Что скажете про современных представителей дочь рэпа это все будет, да. Все очень круто. Потому что у нас вот сколько ссылочек там, блядь. Лучшие германоязычные треки или альбомы русскоязычных исполнителей. Ну это у Алексея Капиталь Бра. Мирона и Эдди. А их всего двое. Да, это у Алексея Капиталь Бра. Да, они оба крутые, каждый по-своему. Как Мирон выбирал конкретную песню Саваша, слова из которой были написаны на его лице фотосессии для журнала интервью? В King of Earth. Это, кстати, да. Что значение, да, я знаю. Ты знаешь, слушай, тема... Да, точно, я тебе рассказывал. Тема была такая, что я просто пришел на это интервью и там был какой-то, короче, концепт, визуалки к этому интервью. Люди всегда, глянцевые журналы, всегда выпендриваются. Типа, вот, тебе нужно... Мы хотим тебе написать что-то на лице, но это должно быть знаковое для тебя. Я думаю, что знаковое для меня? Я туда вспомнил трек Саваша, который... Это был трек, где было Ихциалеги, да, на Круцу музей, по-моему. И, по-моему, я вообще услышал Саваши, когда просто в школу пришел тип футболки, на которой было написано Ихциалеги, да, на Круцу музей. Серьезно ли? Мне было лет 13, 100%. Нихуя себе. Shoutout, и, по-моему, это был Юлиан Цак из моего класса. Юлиан Цак, ты заебись, блядь. Вот. Или кто-то еще... Я не помню, кто это точно был, но я такой... Фраза запала в голову. Я разбираю твою Кру на мозаику. Кру, а не Крю. Вот. Суки. Вот. На самом деле, можно, конечно, и так, и так, но просто по олдскулу больше. Короче, и у меня запало это в голову, и я не помню, я у него спросил, потому что гугла не было. Ну, у меня не было интернета. Ты, короче, его взял, такой, братан, что это за хуйня? Что это за хуйня? У меня притащил, типа... Что это у тебя написано? Вот. И это, конечно... Просто я... Я не думаю, что он так сказал. Еще... Что у тебя написано? Извини, Штефан. Не-не-не, слушай, тот чел был такой же, как и я, интеллигентный маленький мальчик. Вы в библиотеке об этом примерно, да. Обсудили. А Саваши, как бы, тогда, ну, примерно такие и слушали, на самом деле, поначалу в Берлине. Нихуя, блядь. Потом услышали все, но поначалу все похуй знают. Сложно сказать. Но суть в том, что сложно описать вот эти моменты, сложно, как бы, до вас донести революционность того, как появился Саваш, кем тогда Саваш был для нас. Или когда появился Бушина, ну, как бы, на меня меньше повлияло, но тем не менее, или Зидо. То есть, каждый раз это был просто перелом. На меня повлиял очень Бушидо. Я помню этот момент, я такой, блядь, это охуительная тема. Потому что Зидо, да, но это был такой стерк. Поле фан, да. Да. А Бушидо был прям рил-ток такой, блядь. И ты такой слушал, и там трек были и Нивидер, и вот это, блядь, Ни Энн Рэпа. Слушай, очень много, во-первых, у Бушидо, блин, у него было дохера крутых. Ни Энн Рэпа охуенный, такой видеоряд. Очень и очень такой искренний. Искренний, да. Да, искренний. И ты, когда смотришь этот клип, ты такой, прям, такой... Приуныл, вроде. Что-то я приуныл, блядь. Мы не упомянули кучу людей. Например, группу Кай Цет, которая мне очень в свое время нравилась. Они были тоже геймченджинг. Они были геймченджинг, потому что они смешали вот эту более жесткую тематику. Короче, это были ребята... И у них был трек Хурензон. Да, у них был трек Хурензон, которого сегодня окрестили Бледородок. Бледородок. Кай Цет были интересные. Пишется Хэй Ай Зет. И, кстати, да, все уже подписано. Да, да, да. Все дела. Кай Цет очень были только по-своему интересные. Их СД, кстати, очень много в России переделывал. Они, типа, смешали вот эту более такую батлово-уличную тему с более... И с юмором, да. Черный юмор этот был. Ну, короче, прикольно. Но вот я недавно переслушивал их треки, что-то они прошли, они тестировали. Да, мы хотели кинуть тоже в плейлисте Кай Цет. Потому что это 2006, 2007, 2008. Я тогда очень угорал с ним. Но мы послушали, мы такие, блядь, сегодня не зайдет. Да, потому что, ну, как бы, текст, да. Мы кучу кого-нибудь упомянули. Фейворит мы не упомянули. Да. Тоже Нейт... Вот, кстати, модеры не кинули, но, типа, вопрос тоже хороший. А есть хорошие женщины, рэперы в немецком? Это как раз... Отвечает то, что... Отвечает Эдди. Мы недавно об этом говорили. На данный момент, вот, буквально сейчас, 2018 год, есть один коллектив, это Sixteen, и это Швеста Эйфа. Швеста Эйфа это бывшая сутенерша, у которой там, ну, были прям неусловные и все такое. И Sixteen, это коллектив из двух девчонок, это Нура и это Юю, которые, ну, на данный момент, как бы, они успешны. Если вспомнить, ну, там, 10 лет назад, это была, даже, блядь, 15 лет, это Забрина Сэтлур. Забрина Сэтлур. Тик-так-товый, Тик-так-товый, некоторые помнят себя, если вы, конечно, нашего возраста. Иначе вы хуй помните. Да, и потом, время 2008-й. Что, Нина была, Нина МС? Или как-то так? Нет. Которая была с... Ты имеешь в виду, Китти Кэт? А, да, да. Китти Кэт в Агро даже была. Да, Китти Кэт была в Агро, и Китти Кэт буквально неделю назад дропнула один видос, который прям, очень пиздец, фейспалный. Но, но Китти Кэт была, где-то 10 лет... Да, 10 лет назад Китти Кэт читала, у нее прям был такой... Короче, смотри. Белина Шнаутс, у нее был прям женский, блядь, рэп. Вот какой ответ. В немецком рэпе дела с женским рэпом стоят лучше, чем в русском рэпе. Намного. Но все равно... Но не так хорошо, даже близко, как в Америке и в Англии. Но если вы хотите... В Англии все вообще... Лэйди-си шоу... Но если вы хотите... Стой, 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 стой. У меня был стрим по женскому грайму, типа... Да хуя. Настолько ухуя. Да, да, да. Надя Роуз прям... Но Лэй приезжала на конфигнику. Короче, если вы хотите послушать женский хип-хоп, сейчас прям пиздец, сколько ажиотажа вокруг одной... 16. Нет, это Лори Дана. Напишите Лори Дана с Зоненбрилли. Лори Дана... Это не такая мулатка из Берлина? Нет. Нет, нет, нет. Это есть Мозик, это югославный рэпер, он прям очень успешный. У него был фит с Вейзвином. Ну, это все на следующий раз. Так вот, так... Закругляемся потихонечку. Да, напишите просто в Ютуб. Реально, закругляемся, но... Еще один вопрос? Нет, но надо второй, потому что, блядь, здесь поле, блядь, непаханное... Я не знаю. Бистри sicher? Я? Я? Noch, noch один стрим, мальта? Нет, нет. Мы должны. Das Ding ist, гуман, мы просто у нас все новое школе просто вышла. Да, потому что это это твое, 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 твое. Вейзл, 187... Это все, которые показывают, все, что они показывают. И Самаджам нужно просто... Да, а Самаджам нужно просто... Один день ты можешь просто стоить. Лабер меня не стоить. Самаджам — супер, супер, супер. Если мы сейчас в 3-4 месяце тримаем, ты не будешь куча ты иногда из-за этого. Я думаю, что они спрятали. И он тоже. Что у нас? 2000 люди? Но дело в том, что 2000 люди слушают, как мы просто спрятали. Наверное, что многие из них не понимают. Это не важно. Я так много тратил. Очень хороший чай. Знаешь, что это слово чая означает? Чая означает... Чая означает чай. Чая означает чай. А, окей. Галя чая. Мы слушаем последний трек. Спасибо, что были с нами. Sorry, что не очень было интерактивно. Потому что чат все время обновляется. Я думаю, что это уже было интерактивнее, чем я обычно делаю. Всем респект, чтобы вы выдержали это. Было охуительно, было заебись все 4 часа. Мы были в своем элементе. Круто, что можно было рассказать о чем-то, чем долгое время интересовался. Ну, потому что мы когда об этом говорим, мы прям фанатеем. И мы таки думаем, блядь, если кто-то бы сейчас слушал, а мы думали, блядь, по какую хуй ему вообще пиздеем. А мы очень часто, кстати, с кем-то, ужасно невежливы, да? Просто... Да, мы как бы, мы таки идем, и кто-то рядом, ну, русский человек какой-то, который вообще не шарит этой хуйней, и мы таки общаемся, и мы таки перекидываемся на немецкий язык, и начинаем прям пиздеть, пиздеть, пиздеть. А люди думают, что это понты, а это просто естественно уже было. Ну, сейчас это были понты, но обычно это естественно. Поэтому мы сейчас послушаем последний трек, который... Это бомба. Пацаны и девчонки, будете в стрип-клубе, ставьте вот это. Да, это охуительно. Это Майами Асин, он пиздатый, поэтому заебись, ставьте себе, блядь, я не знаю, Spotify хуй. Блядь, короче, это заебись. Блядь, есть такой, но... И это Кай Мэн гейм, про которых тоже, блядь, нужно пиздеть. Не, я к тому, что я его ставил, типа, и у тебя на стримах, там, вот, которые домашние, и так далее. И причем, мне кажется, что не один раз. И так же и Айн Зах Зибен, там, Мёрдер, Хуянули Бантин. И вот сейчас, буквально, две недели назад вышел Пальмонус Пластик 2, это бомба, блядь. Слушай, там, что, клип... Клип, конечно, такой не покажешь, вроде, на Твиче, который кокаин. Да, очень крутой трек. По визуалке, Кокаин. А, в Мексику поехали. Что, нельзя? Твич, исправляйте принципу свою. А, подожди, а клипы Джизуса? Не зигануть нельзя. Там, Тём, это, это пиздец, блядь. Есть такое. Поэтому, ребятки... Ну, если вы видите, видите, там очень много таких, блядь, ссылочек, которые мы сегодня не включили, там и Уфа, там и Капиталь, там и Уэйсил, там и... Ну, это просто на второй стрим, где мы уже этому посвятим больше внимания, как мы сегодня посвятили больше внимания, всё-таки олдскульно... Да, 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 мы говорим про олдскульно, потому что... Вот в 2016 году индустрия поменялась. И она сейчас, ну, прям насыщена хип-хопом. И вот эти последние два года они принесли столько бэнгеров, столько охуительных треков, которые, блядь, просто изменили музыкальную индустрию в Германии. Да, мне самому жалко, что мы не всё, потому что я знаю треки, которые будут, типа, сейчас, и... Ну, это хорошо, потому что я впихну в следующий стрим треки, которые... На русском базаре, извини, давай. Я не понимаю. Я не понимаю. Я тогда просто включу треки, которые я не смог включить, потому что я думал, что они просто... мы не успеем их прослушать, но это хорошо, потому что в следующий раз будет прям насыщенная хуйня, которая будет вас скачать, без разницы, знаете вы немецкий или нет, потому что это будет охуительно. Хочешь что-нибудь сказать, а то не устал ли, говорил, блядь... Ну, он просто проебал пять штук, и он, как настоящий еврей, такой, блядь... Следующий стрим опять пять штук... Нет, кстати, я не проебал, потому что я с тобой не поспорил. И ты не проебал, что я не проебал. А эти деньги я рад заразначил. Что ты там написал? Короче, у вас будет всё заебись, блядь. Можно было ещё парочку разыграть, но еврейские... Давай придумаем на следующий раз, да. На следующий раз обязательно что-нибудь придумаем. Короче, кто лучше всего объяснит, что такое за лонфейт? Нет, 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 это too much. Нет, я думаю, что... Ты уже понял, освоился, вот твой первый... Стрим-опыт, стрим-опыт. Это было волнительно, как и любой первый опыт. Да, он вспотел пиздец, он переодевался, каждый перекур пили. Перекур, особенно у меня... Ну, типа он джинсы там переодевал. Ребята, я сейчас джинсы переодевал. Я сейчас это... мало... Короче, я вообще удалил у себя с мобилы, твиттер и инстаграм. И сегодня поставил специально, чтобы запустить стори. Сейчас я опять удалю их, потому что... Блин, я так кайфово без соцсетей. Временно, разумеется, это не навечно. Так что не обижайтесь на меня, если я не отвечаю... А? А? Амбей, 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 амбей. Мусс я займайся. Менх, виген, амбей. Короче, короче... Да, не обижайтесь, если я это самое не отвечаю на ваши комментарии. И не пошу вообще ни хера. Очень на самом деле прикольно, блин, сейчас временно. Без соцсетей. Установил... Потому что, типа, на хера читать ленту постоянно? Ты автоматически тянешься к ленте, мотаешь. Зачем мне знать, что мои даже кореша или приятели делают каждую минуту дня? Поэтому... Временно я буду без соцсетей. Но если что-то важное, то, естественно, зайду, как, например, стрим Ванни. Самая важная вещь. Поэтому смотрите стримы Ванни и дальше. Здесь будут... И через пару недель мы вернемся, блин. Блядь, очень громкие заявления. Про пару недель это... Да, давай растянем удовольствие. Вот еще за следующие пару лет... Хорошо, пару новых альбомов. Через пару месяцев мы вернемся. Короче, мы... Как обычно, как я делаю анонсы, что... Наверное, когда-нибудь там... Мы поговорим с вами о... Потому что если я приду... В филиппинском батл рэпе. Блядь. Как вариант? Ты даже не представляешь, насколько это интересно. Ну, я знаю, но... Не, вот у меня не было, типа, реально гостей, которые заграем со мной могут перетереть в той... Вот я так же, как вы, в немецком рэпе, ааа, блядь, было то же самое там и так далее. Я примерно делал у себя по... По гарриджу. Слушай, я знаю, кто в России мог бы тебе очень круто рассказать про гарриджу. Это сейчас чувак, который что-то вышел из игры. Это Локативов есть такой чувак, который... Я понял, я понял. Имел отношение к первому... Да-да-да, кстати, он ноль шарит. Клэш облыс РДО, вот он имел к нему отношение. Я понимаю, что он сейчас отошел от... Он вообще в супер журналистике, типа, что-то... А, он ведет на флоу рубрику. Да-да-да, он что-то... Мне кажется, что он из тех, кто в России... Потому что Айван очень круто шарит, но он в Израиле. В принципе, неважно, можно из Израиля. Но если именно кого-то физически здесь... Вот, мне кажется, Локативов прям... Локативов, кстати, да. Он прям супер шарит за гранью. Именно теоретик гранью, что сам он не читал, он не читает, типа... Вот. Мне кажется, это... Иногда прикольно, когда, типа, MC приходит и рассказывает. А иногда прикольно, когда человек, который прям вот... Чисто, как наш... Например... Библиотека рэпа. Когда альбом идёт? Эдди, когда альбом идёт? У меня бездарь, у меня ни слуха, ни духа, поэтому я... Вот, ребята, поэтому мы будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Спасибо вам, ребята, что пришли... Адущий брат! Вот. Ну что, мы... Продолжайте бухать. Да. Мы продолжаем бухать. Мы с ребятами продолжаем ждать, когда же вторая часть. На самом деле, когда мы делали когда-то в Лондоне Green Park тусы вот эти... Неопознанный летающий проект NLP TV у No Limit'а дома, то мы нам просто собирались, чтобы читать все, типа... По очереди передавали микрофон и, типа, читали, хуярили под грайм, в основном, да? Типа, там, 7-8 лет назад. И все это транслировалось в сеть. Тогда это, как бы, был какой-то сервис, там, я не помню. И это смотрело, там, допустим, одновременно, там, не знаю, 200 человек. Мы посчитали, что это охуенно. Вот. Но недавно выяснилось, как бы, это все где-то лежит в сети. Ну. Недавно выяснилось, что камеру часто забывали выключать. И вот, типа, читали пару часов и потом пиздели. Нет. Идет дальше камера. Где-то через 4 часа там просто чувак спит на диване. Ну да, да, да. Дом 2, знаешь? Я помню это реально. Типа, чувак спит на диване. Но я сегодня сплю здесь, поэтому... Чё? Чё-то моет. Не будем, не будем. Чё-то моет, блин. Чё за хуйня? Кто-то посуду моет. Знаешь, там просто, ну, типа, это начиналось... Да, 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 да. Да, да, да. Ладно. Вот. Поэтому, ребятки. Это было очень большое. Спасибо большое. Да. Давайте дальше. Мы вспомнили нашу... Ой, все, началось, блядь. Баскет! Ой. Ё-ё-ё-ё. Алифсгуд. Алифсгуд. Что ты сейчас для звуки, блядь, создавал? Я? Это скрипел. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok